В этом помещении дизайнер занимается разработкой макета оболочки шлема. И после того, как этот макет утвержден, оболочка передается на проектирование пресс-формы для производства. Получается здесь все вручную делают? Да. То есть первая вот эта оболочка макета, она изготавливается вручную, а потом уже передается в другой цех, где, соответственно, проектируют пресс-форму, для того, чтобы можно было массово уже производить. А сколько время занимает производство одной модели? Ну, по сути, оболочка одна, на нее наклеивается разная графика. Но на самом деле в год мы делаем всего одну-две новых модели. А это что, образцы? Да, это образцы. То есть это в том числе и какие-то фирменные образцы, из которых мы что-то заимствуем, ну а также, соответственно, и другие какие-то образцы. Даже после двухметрового падения на вот эту вот железную шляпу он до сих пор живой. И никакой вмятинки даже на нем не осталось. Вау! Крутой шлем. Всем свету. Здесь, судя по всему, уже происходит 3D-моделирование в какой-то специализированной программе самой новой модели шлема. Да, это уже конструкторы разрабатывают полностью новую модель шлема, ее элементы, и на основании этих 3D-моделей будут изготавливаться пресс-формы, например, оболочки шлема или визора. Видите ли, пресс-форма очень дорогая штука. И для того, чтобы сделать пресс-форму, сначала нужно изготовить 3D-модель, провести, сделать образец пробный, а может быть не один, потом провести испытания. И только когда уже все со всеми согласовано, мы все проверили, тогда уже мы изготавливаем пресс-форму для массового производства. А это у вас что за образцы здесь? Ну, на самом деле, вот в этой комнате работают 3 дизайнера. Один работает по визору и другим элементам, один работает по оболочке, и тут еще есть девушка, которая работает по подкладке шлема, по его внутренней мягкой части. Просто сегодня ее нет на работе, она отпросилась. А это вот ее образцы, то есть она осмотрит там подкладку в этих образцах. Вот мы уже непосредственно на производстве. А что это за мешки? Это все мешки с АБС, то есть с гранулами АБС, которые используются при производстве оболочки шлема. А это какой-то другой вид, да, судя по всему, тоже сырья. Да, это другое уже сырье, и вообще все это участок сырье. Покажите нам немножко, что здесь к чему. Ну, здесь вот какие-то вспомогательные помещения, а дальше все, вся вот эта большая площадь, весь этот седьмой этаж, так называемый, то есть это все у нас именно посвящено материалам, которые поставляются, сырью, да, материалам, которые поставляются для производства шлемов. А это что у вас? Это EPS. EPS это, проще говоря, пенополистирол или пенопласт, одна из внутренних оболочек шлема, тут уже готовая поставляться. А это что такое? Это, соответственно, сама оболочка шлема наружная. Вы сами ее производите? Да, это мы производим уже сами на своих пресс-формах. И вот там дальше, видите, пресс-формы у нас наши собственные. А это что за участок? Это самая первая стадия производства? Да, это станки, которые делают оболочку шлема. То есть это термопласт-автоматы, в которые загружается пресс-форма. Вот все видите, да, целый ряд здесь стоит пресс-форм различных. Загружается сырье, EPS, и, соответственно, под давлением они делают уже при температуре саму оболочку шлема. Сейчас мы с вами пройдем, вот посмотрим здесь, как все происходит. Ну вот там загружается сырье, EPS, и, соответственно, формируется оболочка шлема. А сколько времени обычно нужно для того, чтобы станок произвел вот одну такую скорлупу, оболочку шлема? Ну, обычно от 60 до 90 секунд, в зависимости, там, от типа этой оболочки. Так быстро? Да, так быстро. Давайте подождем, пока вот он сейчас с этой закончит и заберет следующую оболочку из станка. Да, давайте подождем. Она, наверное, горячая. Ну, да, но не очень, на самом деле, видите, он рукой берет. Скажите, а вот он весь этот облой, который он счищает с оболочки, он просто бросает в мульду. А что дальше со всем этим будет происходить? Ну, потом это все отправят, опять же, опять же, производителю АБС-материала, который нам поставляет сырье, и будет использовано повторно. Скажите, а вот каждый станок, и здесь такой участок вокруг станка, это каждый под одну конкретную модель? Ну, да, то есть каждый участок здесь производит одну модель. Вот эта модель, например, JK316, это такой шлем-интеграл, видите? Ну, вот эта модель производится на этом участке. Это у нас такая скорлупа. Почти. Это все лежат формы для разных моделей. А здесь вот у вас уже, судя по всему, модуляр какой-то производит. Да, да, это модуляр. Видите, здесь отдельно челюсть как бы шлема и сама оболочка шлема. А там вот у вас какой-то другой уже станок. Да, это станок другого типа, он полностью автоматический. То есть там не надо уже вручную ничего и снимать из этого станка. То есть он полностью работает автоматически. Давайте пройдем, тоже можно попробовать там посмотреть, как все происходит. Тут то же самое, только тут более автоматизированное. Там достает новый шлемак. Вот он готов. Вот достает машина. Ловит на ленту. Едет к человеку. Минимизированный человеческий труд. Она просто стоит и ждет, пока шлемак приедет к ней. Это не то, как у Ванды. Потому что там они все время носятся, делают, должны работать. А тут просто стоит жвачку. На этом участке в основном выполняется одна технологическая операция. Да, это все операции. Здесь на этом участке все производится, различные оболочки. Тут вот можете посмотреть разные пресс-формы. Есть большие пресс-формы, есть маленькие. Ну, большие вот эти вот пресс-формы, это для, например, пластиковых кофров багажных. А также для некоторых моделей шлемов. А маленькие пресс-формы, это для элементов шлемов. Например, подбородка или визра. Вот так пресс-форма выглядит изнутри. А здесь все производство еще элементов шлемов, да. Да, здесь маленькие еще есть такие станки, которые производят именно элементы шлема. Каждый месяц мы производим, наша фабрика производит примерно 150 тысяч шлемов. Скажите, а вот в этих станках как загружается ABS, то есть сырье для производства оболочки? Ну, сейчас я вам покажу. Тут вверху есть такая штука, и туда загружается ABS. А вот это сырье, его автоматически загружают в станок или вручную? Ну, на самом деле, все-таки вручную здесь загружают. А это что, какая-то резиновая деталь? Ну да, это окантовка шлема, и она сделана из резины. То есть здесь уже другое сырье в этом станке. То есть вот туда загружается сырье, и, соответственно, сейчас, вы видите, происходит тоже литье под давлением, но, соответственно, деталька уже резиновая. Это вот уже готовые сортированные детали, да. Да, это вот та самая резиновая окантовка, она уже здесь подготовлена. Но принцип производства тот же. Дальше мы пройдем с вами, посмотрим, как происходит покраска оболочки и нанесение графики. То есть уже самих наклеек. Скажите, а вот еще на этом участке, да, у меня есть вопрос, ведь шлемы производятся не только из АБС, но и еще из какого-то материала. А, ну, ну да, то есть бывает еще, что шлемы производят из ПИПИ, полипропилена. Но, на самом деле, вот по нашей практике, полипропилен хуже гораздо подходит для производства шлемов. Поэтому мы производим шлемы в основном из АБС и редко очень из полипропилена. Вот здесь уже выходят шлемы покрашенными. Покраска происходит полностью автоматической линии, то есть люди там вообще не работают. Скажите, а вот где эти шлемы-то загрузили, собственно, в эту машину по камеру покрасочную? А, давайте посмотрим, это у нас на другом этаже. Вот уже привезенная готовая шторлупа. И рабочие ее просто вешают на линию, и дальше она поднимается на покраску. А это шторлупа черного цвета, потому что она сделана из уже переработанного материала. Перед покраской, снимая, обязательно полируйте, чтобы твой краски наносился равномерно. Сейчас мы с вами, может быть, даже посмотрим, как происходит окраска. Единственное, сейчас обед, возможно, не все работники на месте. Сейчас посмотрим. Ну вот, не получится посмотреть, к сожалению, покрасочную камеру, как работает, потому что ее остановили. Все ушли на обед. Ну вот, посмотрите, одна камера работает. Здесь, судя по всему, в разных камерах наносятся последовательно некоторые слои краски. То есть, тут вот вроде бы второй слой наносится. И все происходит автоматически, видите. Эти, если вы посмотрите. Нет. В таком случае. Продолжение следует. Да. Да. Продолжение следует. Да. Знаете. Субтитры создавал DimaTorzok